Я уже говорила о том, что пора запускать проект «Пора» в связи с тем, что программа «Механизм» действия на этого Молдова на некоторое время, а может быть на долгое время, а может быть и навсегда, кто же его знает, прекратила, приостановила дурацкие абсолютно названия на эти оттягивающие кончины. В общем, свое создание и, соответственно, размещение, общение с вами – это неправильно. Достаточно много чего я узнаю, достаточно большое количество людей, с которыми я общаюсь, и мне бы хотелось делиться какими-то выводами, какими-то не только моими, разумеется, а их выводами, тем, что читала, тем, что узнавала. Сегодня поводом для проекта «Пора читать» я решила все-таки назвать не вечернее чтение, а «Пора читать» стало изменение бюджета и позволение нам национальным, как теперь нас называют меньшинством, русскоязычным изучать румынский, как теперь уже говорят, язык бесплатный. Ну вот мне это, например, не нужно, потому что я его изучила после окончания школы, я решила поступать именно в такую группу. Русской группы уже не было в 93-м году, либо они были платными, что являлось ограничением, является ограничением в доступе к образованию. Вот я год потратила на то, чтобы выучить язык, затем было чудо, кстати, на телекомпанию «Нит» меня взяли работать вообще-то в молдавской редакции, а не в русской, только потом они поняли, что я русскоязычная. Ну а затем была «Публика ТВ», где первое время вообще работала чуть ли не переводчиком между русской редакцией, на тот момент не говорившей. Затем, кстати, практически все, за исключением нескольких человек, возможно, не очень одаренных, все изучили государственный язык, правда, с румынским уклоном, потому что мы работали тогда с румынами. Но я бы радовалась и аплодировала этим изменениям, если бы у меня не было дежавю, потому что, помнится, в период развала СССР тоже были такие проекты, тоже бесплатные, обучение на предприятиях, а потом нам сказали «бам» нашим родителям, а теперь вы будете сдавать экзамен. И теперь мы проверим, имеете ли вы право занимать все должности, которые занимают. В моей семье это стало личной трагедией, мои родители умерли, когда им чуть больше 60 лет было. Я считаю, что одна из причин – это вот эта неблагодарность по отношению к людям со стороны нашего государства, которых в свое время пригласили сюда, распределили сюда, не бросили родные места и приехали здесь строить заводы. И в конечном итоге в самом расцвете сил, там, в 40-50 лет их выбросили с работы просто за то, что они не той национальности и говорят, ну, не на том, как на тот момент казалось и считалось языке. Я считаю, что последуют другие меры. В какой-то момент нам скажут, что мы вам дали деньги на изучение, а вот теперь мы с вас будут спрашивать. Мы еще слышим о том, что мы должны пойти по пути Прибалтики, а вы помните, там есть люди, граждане и неграждане. Вот вполне это у нас может произойти. Я не помню ярко события 89-го года, но у меня осталось тогда ощущение, я помню это слово, погром, я помню, как родители запрещали нам говорить на русском языке, если мы ехали в центр или были где-то на улице. Было все это. Судя по тому шквалу, который сейчас обрушился, злорадство по отношению к журналистам, в том числе по отношению ко мне, из-за лишения нас права на работу, я именно так расцениваю действия чрезвычайной комиссии и правительства, и фактически немого одобрения части членов Координационного совета по телевидению и радио. Я считаю, что это все то же самое повторяется, но я же говорю про чтение. Итак, есть книга, в которой описаны эти события. Она называется «Молдавия, молдавские коммунисты», автор Зура Тоду, если сможете найти, настоятельно рекомендую, очень интересно и так ярко изложено, в общем, библиотека достаточно большая по истории Молдовы. Так вот, я всегда боялась читать и делать какие-то материалы о двух периодах. Судя по всему, прибавилась третья, но тут что бояться, уже нужно, мы в нем живем. Первый период – это гражданская война, развал Российской империи и становление Советской России. Я не понимала, и до сих пор не понимаю, как может брат с братом воевать. И сейчас не очень понимаю, у меня это не укладывается в моей голове. Затем второй период – это конец 80-х, начало 90-х. Я не понимаю, как вчерашние соседи, мирно существовавшие, там, женившие между собой детей, вдруг могут так противостоять, одни других ненавидеть. Ну, в общем-то, это все жуткая тема. Но вот эти все фобии нужно преодолевать. И для того, чтобы понять, как не поступить дальше, как не нарваться на те же грабли, нужно читать вот эти вот воспоминания, уж извините, господин Тодо, но так уж происходит. Потому что Роб был действительно участником этих событий, одним из активистов интердвижения. И очень много своих впечатлений, воспоминаний, может быть, субъективных, он изложил в этой книге. Есть еще одна книга, которую я рекомендую. Это Петра Ашорникова. Она называется «Соратники». Там тоже очень много интересных. Кстати, вы увидите очень много известных вам людей. Если найдете эти книги, их не так много, но можно найти. Итак, давайте почитаем, что же тогда было. Конец 80-х годов, начало 90-х. Поверьте, очень много плана, который тогда реализовывался, повторяется и созвучно с планом, который реализуется сейчас. Я абсолютно уверена, что это планы. Я абсолютно уверена, что это все срежиссировано. И вот эти все негативные, все самые желания и эмоции, накопленные какие-то обиды друг на друга, вот оно сейчас все так реализуется. Мое мнение, что закрытие СМИ нынешнее – это кость, брошенная диаспоре. Ничего не смогло сделать молдавское правительство для того, чтобы улучшить как-то ситуацию в стране. Не смогли посадить того, кого обещали посадить. Не смогли вернуть миллиард. Ну так давайте хотя бы вот мы стали вот теми козлами и отпущения, которых бросили на расправу. Действительно, жуткие вещи нам пишут. Ну да, бог с ними. Ох, посмотрим, что еще будет с этими людьми. Итак, читаем Зураба Тодо. На рубеже 1988-1989 годов население республики раскололось по национальному признаку. Линия противостояния по-прежнему проходила вокруг проектов законов о языках, о статусе государственного языка Молдавской ССР, о функционировании языков на территории Молдавской ССР. У представителей русского и украинского населения, национальных меньшинств, заметьте, как бы идет разделение. То есть русские украинцы – это не национальное меньшинство. Они вызвали настороженность и неприятие в законопроектах. Содержалось несколько дискриминационных статей. Так, статья 35-я 2-го проекта, то есть закон о функционировании языков, серьезно ограничивала возможности продвижения по службе из-за незнания государственного языка. В соответствии с 19-й статьей, выпускники всех средних школ, ПТУ, техникумов и ВУЗов, в том числе и тех, где преподавание велось на русском языке, должны были сдавать квалификационный экзамен на знание государственного языка. Значит, как, что думали по этому поводу люди? Часть населения республики, зачастую не вникая в содержание документов, восприняла их в штыки. Говорили, что если эти проекты станут законными, будут нарушены их права, начнется утеснение русских и представителей других национальностей из всех сфер жизни общества. Будет невозможно получить образование на родном языке, и все закончится этническими чистками. Ну вот, в конечном итоге, можно сколько угодно с этим не соглашаться, тем не менее, вспомните, сколько людей тогда уехало из страны, сколько людей было уволено. Опять же, я напоминаю опыт моих родителей. Ох, совсем рано ушедших из жизни, я считаю, что вот именно я за этой травмой. И, говорится о митингах, которые тогда проходили, дело явно шло к войне и погромам, тем более, что на каждом митинге или демонстрации Народного фронта непримерно присутствовали штатные полусумасшедшие типы, которые, опять же, говорю, это цитата, которые громче всех с выпущенными глазами и пеной у рта скандировали лозунги, оскорбляли и грозили расправой. Такие субъекты, как правило, выходцы из низов общества, ну, я не знаю, что такое низов общества в Советском Союзе, не были отягощены интеллектом и моральными устоями из этого отряда политических клашаров, вермавались исполнители для различного рода гнусных дел, позвонить домой вечером неугодному политическому оппоненту и сладким голосом порекомендовать помалкивать, иначе все будет плохо, избить его в темном подъезде и поджечь ночью двери квартиры. Ох, здесь еще приводятся примеры того, что говорили, так скажем, неизвестные люди на тот момент, и так, на пришельцев в кавычках, ну, то есть нас, на национальное меньшинство и русских и украинцев, коими стали называть всех представителей немолдавской национальности, без разбора обрушился настоящий шквал обвинений, оскорблений в средствах массовой информации, публичных выступлениях в парламенте. На собраниях и митингах они однажды запали, воскликнула Леонида Ларри, ну, была такая поэтесса или писательница, ну, кто-то, способна на любую подлость даже здесь, в парламенте, потому что они не видели цивилизации своей варварской Сибири. Слушайте, я в Сибири, кстати, никогда не была, меня все время в нее отправляют, у меня вообще предки из Польши, извините, из Европы, европейцы мои, простите меня еще раз. Печатный орган Союза писатель, литература Шаарта Гагаозов назвала лишаем на молдавском теле. Известный молдавский поэт посвятил пришельцам свои новые стихотворения. Обращаясь к соотечественнику Молдавальну, он писал примерно так. Пришение лет занял твою землю, дом, еду, от него нет спасения. Он без стыда и совести пользуется твоим гостеприимством и добротой. Подождите, какое гостеприимство, если я здесь родила? Вы что, меня в гости приняли? Это мой дом, такой же, как и ваш. Налоги я плачу, кстати, такой же процент, не меньше. Так, и про доброту здесь тоже написали. Это им гостеприимство и добротой. Давно я не видела доброты. Завершалось это творение мысли призывом, тогда ему вместо хлеба брусок динамита. Большой резонанс в обществе вызвали так называемые 10 заповедей бессарабского румына, опубликованные в газете Цара. Одна из заповедей категорически осуждала межнациональные браки, отмечая, что смешение крови улучшает породу только животных. Да, вот это все у нас уже происходило. То, что происходит сейчас, очень близко и очень напоминает это. Я это делаю не для того, чтобы нагнетать. Я это делаю, читаю, для того, чтобы предупредить. Пожалуйста, очнитесь, пожалуйста, прекратите. Пять лет я говорю о том, что рано или поздно ненависть к какой-то стране приводит к избиению, в лучшем случае ссоре, с соседом дядей Васей. Дядя Васей стал уже пресловутым, на самом деле очень, как показывает опыт, таким осязаемым. Поэтому я считаю, что вот это, вроде как, благое наверение с изучением языков повлечет за собой что-то другое. И еще раз повторяю, диаспоре, голоса, которые все-таки нужны, а наша власть понимает, что уже внутренне она не сможет вытянуть голосование за себя. Да, теряется доверие к ПАС, президенту Майя Сандум. Так вот, для этого бросили нас, вам, как кость. Смотрите, смотрите, мы добили своего, мы смогли их добить. Но мы это конкретные люди. Ну, хотите, ну, живите вот так, ненависти. Сейчас я вещаю, как видите, со своей кухней. Прелестные, прекрасные, тем не менее. Проект явно будет нуждаться в поддержке. Я сброшу в описании этого видео ссылку на Патреон. На самом деле это проект еще и Сабес, где я тоже размещаю какие-то такие социальные разъяснения, пояснения действий нашего правительства. Сейчас активизирую, у меня времени стало больше без телевидения. В общем, как занималась переводом, посреднической деятельностью между властью и народом, так и буду заниматься. Если вы сможете поддержать проект для того, чтобы все-таки мы уважали себя и мы могли снимать программы, которые достойны нас с вами, с привлечением оборудования, людей, монтажа, тогда поддержите этот проект. Пора нам создавать медиа. Хотя какое это медиа? Это не медиа. Это просто общественный проект по информированию населения, общению населения между собой. Пора. Пора давным-давно. Пора. Но должно было очень сильно припеветься для того, чтобы мы все-таки взялись за голову и начали уважать себя и не давать себя в обиду. Встретимся в начале следующей недели. Я сделаю обзор решений Совета по телевидению и радио. Очень интересные выводы уже напрашиваются. Оказывается, списки, подвергшиеся санкциям телеканалов, гораздо длиннее. Среди них есть провластный телеканал. Я очень переживаю за их судьбу. Может быть, их тоже закроют, как и нас, на время действия чрезвычайного положения. Очень интересные списки программ, к которым предъявляют претензии. И сразу же анонсирую, механизм действия не было ни одной претензии к этому на протяжении чрезвычайного положения, к программе «Главный вопрос». Например, Юлии Федоровой тоже на этого Молдова не было ни одной претензии. Вместо того, чтобы применить санкции к отдельным программам, которые нравятся, не нравятся, КСТР закрыли полностью. И пострадали люди, которые никогда ничего не делали в нарушении действующего закона и правил, прописанных Координационным Советом. И, кстати, еще одна новость очень интересная. В общем-то, и те поправки, не поправки, а санкции, которые были наложены на телеканалы, они тоже несколько отличаются от того, как это преподносится. Это такие ошибки, которые, грубо говоря, за опечатку могли санкционировать телеканалы. В начале недели, в понедельник, вторник, обязательно встретимся. Я вам сделаю такую вот всю выкладку, попытаюсь еще и все это расписать, приложить с конкретными примерами, с цифрами. И обязательно, кто был инициатором каждого рассмотрения и каждой санкции. Очень интересные выводы, главный из которых – это был заказ, и они его выполнили. Хорошего всем вечера, ночи уж и хороших выходных. В конце концов, первое наше Рождество совсем скоро, и новогодние праздники, и что бы то ни было, жизнь продолжается. Жизнь хорошая, хороший или плохой, ну, конечно, он пытается нам ее испортить, но в конечном итоге только в наших силах быть счастливыми. Как бы кому-то не хотелось нас уничтожить, сделать несчастными, мы будем счастливы, мы будем здоровы, мы будем живы и будем нести людям свет, а не разрушение.